Ну что, Владимир Сергеевич, как наши успехи сегодня? Очень хорошо. Это классно. Я на выходные уже работал с вниманием. И что? Ну, во время практики. Я же использовал то, что ты мне говорила. И очень такие, как бы это некрасиво звучит, приходы, как по-другому сказать, по-литературному. Приходы очень-очень литературные. Во время медитации ловил моменты. Но тут у меня все перепуталось, потому что в сайентологических техниках они же должны находиться постоянно в НВ, в настоящем времени. Ну-да. И я по привычке, как только меня куда-то уносило, я себя жестко схватал и быть здесь и сейчас. А потом мне учитель сказал, что я делал неправильно. Что есть, даже если, вот абсолютно для меня была интересная новость для медитации, что даже если ты засыпаешь, ты засыпай. Значит, ты просто не готов еще к этому. Но ни в коем случае нельзя ничего контролировать. То есть твоя задача расслабиться, повторять мантру, которую он дает в сутру, точнее, и даже если тебя куда-то уносит, то ты должен туда уноситься. Так должно быть. Угу. Вот это, собственно, и есть разность в двух подходах, о которых я тебе говорил. Помнишь, о ритуальном и о безритуальном? То есть все, что связано с той интерпретацией магических знаний, которые есть у нас, по крайней мере тех, с которыми я встречался сейчас, в том числе и Махариши. Ну, в основном я это все узнал через Махариши, это чистой воды ритуал, и там как раз вот в том-то особенности обучения, что ты позволяешь с тобой, что происходило, все, что угодно, и не знаешь, что, и не знаешь, куда. И это в результате приводит к тому, что у тебя увеличивается сознание, но не увеличивается намерение. То есть ты можешь воспринимать гораздо больше, чем воспринимал раньше, но ничего с этим не можешь сделать. Понимаешь? То есть ты можешь в результате увидеть корни большинства своих мыслей, увидеть их последовательности, увидеть свои привязки, увидеть свои, ну вот, все-все-все увидеть, все, что у тебя есть, ну, по крайней мере, очень много, но ничего не сможешь с этим сделать. В этом есть особенность. Я не совсем тут точно понимаю, что, значит, ты себя хватал, и вот за что ты себя хватал. Но у меня были как, как ты правильно, ты сейчас вот, я понял, что это были как какие-то трипы. Ну да, это и есть трипы, конечно. И я здесь, и как только я в них уходил, я, ну, я как бы тут же возвращался опять в эту комнату, чтобы находиться здесь и сейчас. А на что ты ориентировался, когда возвращался здесь и сейчас? Что было якорем, за которым ты цеплялся, чтобы остаться? Ну, это сознание, ну, это осознанность. Осознанность находиться здесь, а меня уводило, оно могло вообще в какие-то бытовые темы уводить, но они были приятные. Они были прикольные, но это реально как сон был. Но это все, что ты описываешь, это путешествие интеллектуальное. Просто когда ты говоришь, я цеплялся за осознанность, я не понимаю, что такое осознанность. Но осознанность, это когда ты сидишь и ощущаешь людей вокруг себя, в голове у тебя эта комната построенная, то есть ты четко понимаешь, где, и потом идет такой срыв картинки, и тебя уносят в какую-то ситуацию. Это ситуация, выход стрессов, да. Ты просто попадаешь в ситуацию из прошлого, скорее всего. Я не успевал анализировать, ну, и как часто бывают сны, ты не успеваешь их понять, но они были приятные. Конечно, приятные, слышишь. Вообще все ритуалы обычно приятные, но причем реально до такой степени приятные, что... Ну, в общем, что с помощью ритуалов людей спрыгивают с героина, понимаешь? Ну, собственно, все эти вот расклады, что я познал Бога, и теперь не колю себе черную, они основаны как раз на том, что ритуалы делают такой выброс эндорфинов в крови, который заменяет героин. Единственная разница, что ритуалы делают у человека здоровее. Гораздо чем он есть. А героин делает у человека больнее. То есть, в этом, естественно, и плюс ритуала. Это замена. Да, да, но это... Приходите, в общем, в нашу секту, она ближе к миру. В чем прикол? Что в свое время я стал использовать, и что я теперь, можно сказать, пропагандирую, если говорить откровенно, единственное, за что ты можешь зацепиться, это за твое тело. Потому что ты не можешь зацепиться за сознание. Ну, что такое сознание? Это к тому, чтобы ощупать, определить. То, что ты сейчас описал, это виртуальная картина, которую ты построил в уме. То есть, ты сидел уже с закрытыми глазами, я так подогреваю. Да, да. С закрытыми глазами. И ты в этой комнате или ты в другой комнате, хрен его знает, но реально неизвестен. Особенно, когда у тебя закрыты глаза. Ты можешь ее себе выстроить во всех подробностях, и тогда ты... Я так всегда и делаю, как видите. Да, но это ты... И потом я еще начинаю уходить вверх и смотреть на себя, как я нахожусь в этой комнате. И потом начинаю строить уже дальше город, землю, уходить в космос. Очень прикольно, но это иммагинариум. Да? Ну, реально иммагинариум. Единственное, что ты можешь в самом деле зацепиться в этом мире, это тело. Потому что единственное, что материально для тебя в этом мире, это твое тело. Я при этом получал какие-то удовольствия. Удовольствия, конечно. Иногда ж, когда ты вообще хорошо так расслабишься, это получается такое же, как грибные истории. Да. Когда вот те же чувства получаются. Да. Когда я использовал, ну когда я использовал, когда я практиковал ситхи, вот эти углубленные штуки, я все время ходил под легкими грибами. Все время. И потом... Ну образ. Нет, совершенно не образ. То есть я их ел что ли? Нет. Я тоже испытывал. А, я говорю, ощущения. Я тоже испытывал. Вообще, инвадинь. То есть очень яркие краски, вибрирующее распространство, все мысли, которые родятся в голове. Все время этот вот такой, знаешь, ну как ЛСД-шный грибной, когда так... Такое вот что-то... Ну, я несложно это описать. Гошь, а швытья. Да, 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 да. Вот это и дрожает, да. Вот это вот оно. Я это испытывал очень... Вибрировать. Да. Очень, очень... Ну в легкой форме, но ровно. То есть все время. Потом, когда я от этого отказался, сейчас я опять перехожу к тому, что я опять начинаю это испытывать. Но уже не делая ничего. Даже не делая. Не подключаясь... Не подключаясь. Я просто все больше чувствую себя живым. И сначала ты чувствуешь себя живым, а потом ты начинаешь чувствовать все, что вокруг. Ты думаешь, как вот я занимаюсь преподаванием. Я настраиваюсь на людей, с которыми работаю. И стараюсь их почувствовать, физически ощутить. Ну, чтобы системы идентификации каких-то сигналов сонастроились. Я мог ощущать, физически ощущать, что с тобой происходит. Ну или с другим человеком, не имеет значения. Вот. Что происходит с группой? Как чувствует себя группа, как единое целое? Это все развивается из ощущения тела. Потому что все вокруг нас, ну вот в этом мире, по крайней мере, это проявленное. И если ты учишься чувствовать свое тело, этим ты учишься чувствовать проявленное. Реально проявленное. И уходишь после того, как уже получается чувствовать физическую оболочку, она становится все более и более расслабленной. Ты становишься все более и более здоровым, твой ум успокаивается. В нем не надо ничего рисовать. Понимаешь? Потому что когда ты что-то рисуешь, ты просто это рисуешь. То есть ты не цепляешься за данный момент. В данном моменте не надо еще ничего рисовать. Чтобы быть в данном моменте, нужно чувствовать его. Понимаешь? Потому что когда ты рисуешь, ты не в данном моменте. Ты внутри ума находишься. И задача... Развлечения. Да. Даже задача с аэнтологов... Они даже... Ну я с ними знаком очень мало. И только из... Как говорили в матрице, we have a bit of information. То есть я знаю вот какие-то капли, которые я слышал и анализировал. У них есть такой термин, который называется clear. Чистый. 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 Это когда ум у тебя в данном моменте... То есть ты выбросил все вот эти фильтры... Зель получается. Получается. Да. И когда ум в данном моменте, он воспринимает только реальность. Умеют ли они в самом деле туда попадать? Или не умеют? Я не знаю. Я не общался с аэнтологами. То есть тот опыт моего общения с аэнтологами я воспринимал скорее как негативный. Ну то есть то, что они пропагандируют, мне не нравится. Но я встречался типа с белой стороны. Ну наверное. Я же не говорю, что вот я знаю как это. Просто вот я встречался с очень успешным бизнес-тренером. Я с ней работал. И она говорит, что мы... То есть я аэнтолог и мы работаем только с тем, что можно определить. И она пропагандирует на своих тренингах, во-первых, ложные вещи, с которыми она... С которыми она не изучала. Это видно, что она их не изучала. И эти вот ложные вещи, они лежат в фундаменте успешной бизнес-концепции. Реально. Очень успешная. Она очень успешный тренер. Она работает с мировыми брендами. Работают... Её хотят очень-очень. И реально у неё всё хорошо. Она ездит на дорогой машине. У неё своя контора. И... И они взяли на тренинг по барабанам и меня, Вадима Зейц. Цена, понимаешь? Вот. Потому что он дал чуть-чуть лучше сцену, чем я. Вопрос в том, что я рекомендую, и я делаю сам так в жизни, не опираться на теоретические концепции. Вообще не опираться на них. Потому что они могут быть ложными. Любая теоретическая концепция может быть ложной. Особенно вот эта женщина, это тренер по управлению временем. Она так это называет. Не будем иметь... Да, естественно. Вот. И просто, почему важно это сказать, что тренер по управлению временем. Потому что в концепции тренингов в фундаменте лежит трезис «время невозможно почувствовать». И на этом строится вся история. Вся-вся-вся история. Я же говорю обратное. Во-первых, потому что я барабанщик. Я много лет занимаюсь тем, что учусь его чувствовать. И могу твердо сказать, что почувствовать его можно. Даже без метронома. Это внутреннее ощущение, которое... Если ты не болен аритмией, то ты автоматично чувствуешь время. В тебе есть механизм, который его отмеряет. Задача в том, чтобы найти путь к этому механизму. И это время, оно сжимается и разжимается. И реально можно почувствовать потоки времени. Это я тоже иногда у меня получается. Не всегда, но иногда получается. Когда ты чувствуешь последовательность действий во времени. И точно знаешь, физически ощущаешь, что если ты не выйдешь сейчас, то ты опоздаешь вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. То есть это ощущение времени, оно очень тонкое. И с ним нужно реально работать. Вот мы с тобой в том числе над ним работаем, когда мы играем на барабанах. Когда я тебя учу чувствовать промежутки между нотами. У тебя хотя бы иногда получается это? Ну, надеюсь. Чуть-чуть. Вот. И чем больше ты чувствуешь промежутки, тем больше ты чувствуешь время. Как измерения, вот. Потому что время это одно из измерений. И ты же чувствуешь габариты своего автомобиля. Да. Вот. И это нарабатывается, этого же нет сразу. Габариты, обороты чувств. Да. Вот. То есть габариты это ренаж, рена, высота. Это какие-то измерения, которые ты до такой степени знаешь, что ты, они у тебя встроены уже в ощущение мира, пространства. Вот. Точно так же и со временем. Когда ты его изучаешь, реально прочитаешь, само по себе, но есть людей, которые вот рождаются и играют на инструментах так, что им, ну, не надо учиться играть с мир такого нового. Они умеют это, есть это ощущение уже наработанное, видимо, раньше. Мы же простые смертные, нам надо его нарабатывать. И это нарабатывается, вот я о чем говорю. И что это можно почувствовать. И можно почувствовать все остальное. Можно почувствовать все проявленное. Все. Но для этого нужно научиться чувствовать тело. Потому что это самое ближнее проявленное к тебе. И когда ты... Вот сейчас я говорю, что ты работаешь с вниманием. И это великолепно. Потому что будешь рецарем джедай. Научись управлять вниманием, научись управлять реальностью. Это слова из первых звездных войн. Один из самых мудрых фильмов. И когда ты все больше... А получается чувствовать, как ты компульсируешь? Вот во время этих выходных практик я пробовал как эту технику, так и... Я помню, что ты мне говорил об этом уже тогда. По-моему, я уже почувствовал, что это ошибочно. Я пытался еще чувствовать себя. Но пока что это больше темнота. Но я начинаю эту пульсацию ощущать. Из-за того, что мне еще нравилось, это просто даже... Вот интересно. Я еще развлекался тем, что я смотрел то, что у меня закрыта пленка. И там появлялись какие-то зеленые, там... Либо розовые, еще разноцветные какие-то пятна. И они играли как-то. Ну да. Туда бы вовлекался, скажем. Я не знаю, нужно ли это делать, можно ли. Да все можно. Нет, насколько оно полезно. Это когда у тебя закрыты глаза, ты так... Ты видел какие-то цвета, да? Ну я вижу рисунки красивые какие-то. Да. Это смесь игры света через... Я это понимаю, через век. Да. И с мыслями. Главное это все замечать. Все, что ты регистрируешь, и чем больше ты регистрируешь, тем больше внимания, тем больше жизни. А чем больше внимания, тем больше жизни. Вот и все. А сейчас получается пульсировать? Ну для этого нужно направлять туда внимание, чтобы получать. Я чувствую, да, как пульсировать. Я больше чувствую в голове и в руках. Ну хотя бы где. Отлично. Теперь еще один важный вопрос. По поводу чувствования. Давай я, кстати, вот... Я сейчас сам с этим работаю. И хотел бы бы работать и с тобой над этим. Вопрос спешки. Возникает ли у тебя жизнь? Возникает ли у тебя жизнь? Возникает ли у тебя жизнь? Я иду... И теперь если мне сказать, спасибо!